Итак, сегодня в Ярославле начали производить лекарства для лечения редкого заболевания, множественной миеломы. Это онкология крови. Момент запуска фармацевтической линейки уже назвали историческим, чему есть объяснение. Областная столица – вторая площадка в мире, выпускающая этот препарат. Нина Колтина с подробностями. Стерильность и высокая степень защиты – активное вещество нового лекарства имеет первый класс опасности, поэтому в производственных помещениях специальные системы подготовки воздуха, воды, сбора отходов, защита для сотрудников. Производство уникальное. Ярославль – первая в России площадка, которую выпускает препарат Нинлара. Множественная миелома – онкологическое заболевание, поражающее белые кровяные тельца. Ежегодно в мире на 100 тысяч человек выявляется два случая. Заболевание неизлечимо, смертность – 4 случая на 100 тысяч человек в год. Лекарство, по словам экспертов, в некоторых случаях может заменить химиотерапию, то есть качество жизни больного существенно улучшается. «Очень хорошо, когда мы будем производить здесь этот продукт в Ярославле. Это будет вторая площадка в мире, которая производит этот продукт, и он будет доступен для пациентов в России. Я считаю, и я знаю, что это будет намного дешевле». Ярославский завод будет обеспечивать лекарством всю Россию и страны СНГ. Специалисты работают над тем, чтобы удешевить его сейчас используется упаковка отечественного производства. «Мы лет 10 собираем всякие разные обращения, жалобы наших онкологических больных на различные проблемы, которые связаны с доступностью и качеством медицинской помощи. Две трети этих жалоб – это проблемы с лекарственным обеспечением». Это второй препарат для онкобольных, выпускаемый Ярославским заводом. В проект инвестировано около полумиллиарда рублей. Производство в нашем регионе руководство компании планирует развивать и дальше. Все необходимое для этого есть. «Невозможно было наладить это производство, если бы у нас не было тех компетенций, которые есть у наших ярославских коллег. Я не устаю повторять и не устаю благодарить всех коллег, которые нам помогают. Я говорю, безусловно, у правительства Ярославской области, я говорю коллегам из органов федеральной власти. Безусловно, большое спасибо Министерству иностранных дел Японии». «Я очень горд сегодня представлять правительство Японии на этой очень важной церемонии запуска производства инновационного лекарства. Отношения России и Японии развиваются, и это касается всех сфер жизни, в том числе науки». В Ярославле также подписали меморандум о сотрудничестве между правительством области и фармацевтической компанией. Документ предусматривает развитие производства инновационных лекарств. «Это предприятие совместно вместе с другими резидентами кластера активно задействовано в реализации программы импортозамещения. Активно выполняются задачи, поставленные президентом страны по укреплению позиции России на международном рынке». Мощность линии запущена сегодня 20 тысяч капсул в год. Пока загружена не полностью, но если того потребует рынок, объемы увеличат. Нина Колтина, Михаил Орлов, Новости города.